Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии недели. Как и всегда, мы в прямом эфире, не совсем прямой для тех, кто просматривает запись, но все-таки актуальная информация даже спустя несколько минут, когда мы публикуем запись на нашем канале на YouTube. Сегодня мы традиционно разбираем события минувшего дня и, конечно же, говорим о том, что же приготовил нам текущий день, в данном случае торговая сессия четверга. Ждали мы конец недели изначально, потому что по содержанию календаря было видно, что самое интересное, весь смак у нас как раз выпадает на последние два дня. И пробегаясь по содержанию календаря прямо сейчас вместе с вами, мы можем лишь еще раз убедиться в том, что нас ожидает крайне волатильная и очень динамичная торговая сессия. Сегодня, друзья, заседание ОПЕК. Долгожданный, определяющий, судьбоносный момент для дальнейшего поведения нефти. Котировки сейчас брента зажаты чуть выше 60 долларов за баррель. Волатильность, мы видим, усиливается, возрастает, но рынок никак не может определиться с тем, куда двигать дальше. Мы, безусловно, сейчас поговорим о рынке нефти. Хотя для тех, друзья, кто постоянно присутствует на брифингах, большое вам спасибо за это, за преданность, за верность. Вы прекрасно знаете, что мы сейчас ставим в качестве краткосрочных ориентиров и какими долгосрочными целями руководствуемся. Друзья, еще раз повторюсь, сегодня у нас заседание ОПЕК. Важное, крайне важное событие. В пятницу, вроде бы, как еще какие-то будут моменты обсуждать, но я уверен, что все самое интересное для нефти мы узнаем уже сегодня в течение текущей торговой сессии. Далее, в 16.15 у нас статистика по штатам. Это своего рода репетиция перед non-farm payrolls. Отчет тот же самый, количество новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора только по частной оценке. В 16.30 выйдут данные по производительности труда. В 16.50 нас ждет выступление Стивена Полза, которое возглавляет канадский регулятор. После вчерашнего решения по процентной ставке, которая была сохранена на прежнем уровне, я думаю, что очень много ему придется объяснить. И если кто-то, друзья, еще верит в рост канадца, ну, наверное, для них выступление Полза может стать, конечно же, бальзамом, но я уже в этом не участвую, потому что, как и говорил вчера, мой предел запас прочности, к сожалению, пал, я бы даже сказал, больше эмоциональный, потому что, ну, сколько, опять же, было ожиданий того, что на канадскую валюту определяющим образом должна воздействовать нефти. Мы помним, как Банк Канады повысил процентную ставку, это было чуть больше месяца назад, при этом канадский доллар никак не отреагировал и ясно дал нам понять, что нефть сейчас основной катализатор. Сейчас же мы делали акцент на то, что котировки нефти, собственно, будут расти, поэтому поставили на рост канадца. Вот, пожалуйста, решение о процентной ставке. В принципе, ничего суперсодержательного, чтобы мы могли сейчас, скажем, повесить на флах, торговли канадцем не произошло. Риторика была более чем ожидаемая, риски, которые были обозначены, наверное, тоже логичны, я сейчас вам расскажу, о чем идет речь, но реакция такого порядка, как рост больше, чем на фигуру и фактически пара доллар-канадец на отметке 1.34. Меня, безусловно, разозлило, что ли, мягко говоря. Соответственно, друзья, больше я не буду, опять же, уделять внимание этому инструменту, может быть, в том ключе, в котором ранее уделял. Ну, знаю то, что многие из вас все-таки продолжают спекулировать этим активом, поэтому буду держать вас в курсе в порядке такого интереса, но без моей поддержки в плане тоже торговой активности. Сколько раз уже, собственно, за этот год я обжегся на паре доллар-канадец. Друзья, пока сохраняется профит по другим торговым позициям, я все-таки не хочу позволять канадцу и дальше вот красть тот профит, ту прибыль и доход, который нам удалось получить, в том числе за счет и ослабления нефтянки. После выступления Полоза 18.00 индекс АСМ активности сферы услуг США, еще один важный отчет перед Non-Farm Parals. В любом случае сейчас статистика для доллара имеет очень большое значение, потому что доллар провалился, в принципе, против иены. Мы видим то, что позиции уже не настолько крепкие, как это было еще неделю назад, но при этом у нас есть ожидания положительные, потому что впереди Non-Farm Parals и, в принципе, отчет, который способен вытащить американца с текущих уровней и, на мой взгляд, ожидания роста, ну, они действительно оправдны, потому что даже по прогнозу, по оценке, то, что мы ждем от этих отчетов, должно остаться фактором поддержки для американца. Также сегодня, друзья, у нас выступление Джерома Паула. Мы вчера попытались охарактеризовать, стоит ли нам рассчитывать на какие-то интересные комментарии и заявления. Пришли к выводу, что все уже было нами разобрано вдоль и поперек. Мы услышали о позиции Паула, мы еще раз оценили позицию Федрезерва, исходя из прошлых протоколов и пришли к выводу, что, что бы ни говорил Паула, все равно явно и четко прослеживается желание Федрезерва дотащить, собственно, показатель ключевых процентных ставок, то есть ставку фондирования до неинфляционного уровня, который находится на текущего уровня безработицы, то есть текущая ставка 2,25%, соответственно, рост мы еще ожидаем с вами как минимум на 1%, это, безусловно, уже в перспективе 2019 года. Это хорошая база, друзья, на которой все-таки нужно еще выстраивать длинные позиции по доллару. Да и в целом, сейчас котировки 112,80, согласитесь, с локальных максимумов, которые были зафиксированы, ну, в том числе и неделю назад в районе 114, но не так уж и далеко мы ушли. Ситуация может в моменте измениться, тем более, что доллар-иен легко может сделать фигуру, то есть 100 пунктов, только в качестве реакции на отчет по Non-Farm Apparel. И в 18.30, друзья, запасы нефти США потенциально может оказаться, что в прошлой неделе стал 11-й подряд по росту запасов, но думаю, что все-таки статистика будет явно меркнуть с учетом тех ожиданий, которые сейчас на рынке присутствуют по итогам заседания ОПЕК. Вот это событие, конечно же, номер один, номер два и номер три для всего, что происходит на рынке черных зол. Теперь давайте прям перейдем на нефтянку 6103. Это текущие котировки, которые мы видим прямо сейчас. Очевидно, что участники рынка сейчас не торопятся открывать дополнительные позиции. Мы видим это и в вялой динамике, мы видим и проторговки, которая идет третью сессию подряд. Конечно же, ведь на носу такое важное событие. Вчера, кстати, состоялась встреча технического комитета, друзья, важным итогом которой стала позиция, в результате которой ОПЕК, технический комитет, будет рекомендовать странам, участвующим в текущем сегодняшнем заседании, все-таки сократить производство нефти примерно на 1,2 миллиона баррелей. Однако на рынке все равно присутствует скепсис относительно того, что инициативу сокращения производства крайне неохотно будут поддерживать многие страны ближневосточного картеля. Россия тоже, это, скажем, серый кардинал. В целом до сих пор не ясно намерение российской стороны именно либо поддерживать инициативу, либо нет. Комментарии тоже разнятся. Мы помним положительное заявление Путина после кулуарной встречи с наследным принцем Саудовской Аравии. Тем не менее, буквально через день после этого были комментарии уже со ссылкой на Министерство энергетики России, что желание не такое, что ли, очевидное и острое, как могло бы показаться после комментариев Путина. Желание, я имею в виду, поддержать инициативу и также снизить, сократить объемы нефтедобычи. Напоминаю, друзья, по прогнозу Ирана, которому я сейчас полностью доверяю, мне кажется, вот это прогноз, который действительно очень хорошо соотносится с действительностью. Если есть задача не просто покрасоваться в рамках страны ОПЕК, а действительно принять решение, которое сможет решить проблему перепроизводства и в потенциале ближайшего времени, 2019 года, более-менее восстановить баланс между способом и предложением. Убирать с рынка нужно как минимум 1,4 миллиона баррелей. Однако последние, опять же, комментарии указывают на то, что обсуждаться будет цифра пониже, 1,2. Это как раз цифра, которая в качестве рекомендации была дана вчера техническим комитетом участникам встречи ОПЕК+. Что касается того, как к этой инициативе отнесутся другие страны, меня этот вопрос тоже, как и власть, друзья, интересует. Мы помним Катар, который, я думаю, с учетом того, что они планируют выйти из организации ОПЕК с января 2019 года, думаю, они не будут поддерживать. В принципе, им нечего опасаться, нечего бояться, не будут поддерживать ограничения по производству. В то же время, вот сегодня заседание, при этом вчера вышли последние обновленные цифры по объему добычи в рамках стран ближневосточного картеля. Снова у нас рост до таких локальных рекордных показателей по добыче в Саудовской Аравии. Как это соотносится с потенциальным намерением снизить добычу, я не знаю, но очевидно, что что-то здесь не сходится, друзья. Поэтому, да, день сегодня очень важный, да, именно решение, которое примут в рамках текущего заседания и будет катализатором для дальнейшей динамики, но пока сохраняется спекулятивный интерес к этому событию, давайте, друзья, все-таки поддержим. Длинные позиции, они краткосрочные. Мы ждем теста сопротивления 65 и только после того, как убедимся и еще раз оценим, взвесим, проанализируем все итоги. Это, в принципе, уже будет сделано нами завтра, друзья. Будем принимать решение о том, есть ли смысл держать длинные позиции, либо уже даже на краткосрок стоит ориентироваться только лишь на АСЭЛ. Ситуация по российской валюте не меняется. 66,56 доллар иена, как я уже отметил, 112,80 текущие котировки. Спрос на японскую иену в последнюю торговую сессию возрос из-за некоторого изменения относительно настроений о торговом перемирии между США и Китаем. Более глубокий, опять же, анализ того, что обсуждалось, что должно стать якобы основой для будущей двусторонней сделки между Китаем и США, все это указывает в пользу того, что перемирие и как таковой позитив не такой уж и позитив и не такой уж и перемирие. Поэтому в любом случае, уверен, настроение еще много раз поменяется, друзья. Мы не раз столкнемся и с Китаем, который будет не столь податлив, опять же, в соблюдении обязательств по увеличению закупок американских товаров. И я думаю, что Трамп еще не раз вот в эти предстоящие 90 дней порадует тех, кто все-таки ставит на негативный исход событий, порадует комментариями о том, что есть по-прежнему высокая вероятность увеличения импортных пошлин и доведения, собственно, вот этих торговых барьеров до состояния, когда будет обложен, собственно, весь китайский импорт. По американскому доллару против иены я уже отметил в начале нашего текущего брифинга, сегодняшнего брифинга, то, что мы ждем важных отчетов. Это статистику по EDP, мы ждем отчета от ISM, мы ждем Non-Farm Perils. Это все события предстоящих двух дней, друзья. Сохраняем пока длинные позиции по доллару, хотя я понимаю, что очень рискованные предприятия сейчас на фоне снижения доходности трежер. Я вчера детально вам рассказывал, что значит перекос в доходностях краткосрочных и долгосрочных облигаций, как влияет уплощение, скажем, кривой доходности на перспективы даже экономического роста и впоследствии на доллар. Можете еще раз пересмотреть вчерашний брифинг, если какой-то момент остался недопонятым. Но пока что мы констатируем, друзья, снижение доходности десятилеток, 2,89 сейчас уровень доходности, но ситуация может исправиться. Опять же, если статистика поддержит намерение Федрезерва повышать процентные ставки, доходности также поползут вверх. Вот это как раз и нужно. На это я ориентируюсь, поэтому и сохраняю длинные позиции по доллару и иене. Евро против американца 1,1343. За последние дни после, опять же, волатильности выше среднего, что ли, мы не получили какого-то вектора дальнейшего движения. В принципе, евро топчется на тех же самых уровнях, что неделю назад. И так оно и будет продолжаться, друзья, пока не будет конкретики по Брэкзиту, когда не будет ясности по ситуации вокруг Италии. Поэтому мы лишь здесь, сторонние наблюдатели, мы следим тоже за развитием событий и, конечно же, за кульминацией. Что первого инфоповода, что второго. И до тех пор, пока этих кульминаций не будет, собственно, инициатива постоянно будет переходить от покупателей к продавцам. Но оппозиционный трейд, я уже обозначал вам, это торговля от коротких позиций, продажи. И, соответственно, аргументов очень много, и они прежние. Это низкая вероятность все же ужесточения политики европейским центральным банкам. Это слабая статистика и неопределенность вот этих двух новостных поводов, которые я перечислил ранее. Фунт против доллара 1.2717, тоже здесь волатильность на порядок выше среднего. Британская валюта мечется от покупок к продажам. И все это следствие текущего, проходящего, где-то кулуарно, где-то нет обсуждения по уже финальной стадии бракоразводного процесса о Брэкзите. Текущий день будет также к волатильнике британца, собственно, как и пятница. Потому что в преддверии, по мере приближения вторника, это дня голосования в парламенте о Брэкзите, конечно же, на рынок попробуют поставить информацию, как и высокой вероятности мягкого Брэкзита, так же, как и его высокой вероятности жесткого Брэкзита. Повторяю, друзья, что вряд ли этот документ пройдет через, собственно, парламент Англии. И я считаю то, что мы будем говорить о жестком, собственно, Брэкзите уже на следующей неделе. То есть развязка уже близка. И вот вчера я читал статью о не рисках сильного экономического спада Англии, а статью, где были, скажем, процитированы представители Банка Англии, ну, правда, не Карнии, о том, что Англия может оказаться в состоянии дефолта. И этот риск довольно серьезный. Соответственно, если соглашение не протащат через палату представителей, через британский кабинет министров, мы будем также говорить и о проблемах с политикой и именно с сохранением ТРЗМ своей должности. То есть это даже не вот он недоверие, может быть, даже до этого дело не дойдет. Я допускаю то, что ТРЗМ, в принципе, как это было с Кэмероном, может сложить себя полномочия из-за того, что она не смогла добиться того, что обещала, собственно, своему элитарату. В общем, друзья, страсти будут только накаляться. Развязка очень близка. Будьте крайне бдительны, если вы спекулируете британцам, потому что самое, наверное, худшее, что сейчас может произойти, это если вы недооцениваете те движения, которые грядут. Я думаю, что движения будут настолько значительными, что их можно будет сопоставить чуть ли не с референдумом о самом Брейзите. Ждем, собственно, следующий вторник и ждем развязки. Доллар канадец 1.34, решение по процентной ставке осталось на прежнем уровне. При этом я напомню, друзья, что почему я лично ориентировался на рост канадцев, почему я верил в то, что он может произойти. Ну, во-первых, была высокая вероятность того, что мы дождемся жесткой риторики от Банка Канады, потому что ранее она была обещана Полозом, ранее она была обещана Каролиной Вилкинс, то есть элитой Банка Канады. Потом мы помним, что происходит с показателем инфляции, которые уже 8-9 месяцев находятся выше целевого уровня, создаются риски того самого перегрева, о котором периодически кричит Федрезерва. То есть почему ФРС повышает процентную ставку? Потому что считает, что нужно тормозить инфляцию вблизи текущих значений, чтобы дальнейший рост не стал уже неконтролируемым. В рамках Банка Канады ситуация хуже, чем, опять же, ситуация с инфляцией в рамках США и в рамках Федрезерва, потому что индекс потребительских цен постепенно продолжает расти. Поэтому логично было поставить на такие превенсивные, а с другой стороны и опережающие действия Банка Канады по ужесточению политики, ну или по крайней мере поставить на то, что если не будет решения, то риторика должна быть жесткой. Второй фактор, который я использовал в качестве поддержки, это вот недавнее решение правительства штата, точнее провинции Альберты Канадской, обязать ключевых производителей снизить производство нефти примерно на 350 тысяч баррелей, для того, чтобы наладить, модернизировать инфраструктуру и увеличить пропускную способность текущего нефтепровода. Потому что в конце концов сейчас нефть добывается, а перегнать ее всю не удается, из-за того, что мощности производственные не позволяют. Это решение уже невозвратное, действительно производство нефти в Канаде сократится, и это в моменте привело к росту канадского сорта нефти. Если мы вспомним, какой рынок является основным, ключевым сбытом всего, что производится в Канаде, и вспомним, что это США, понятно, что канадский сорт нефти нужно сопоставлять с американским сортом нефти. И на текущий момент, друзья, спред, точнее разница между канадским сортом и американским сортом WTI оказалась на минимальном уровне с 2016 года. То есть последний раз такое было, можно уже сказать, больше двух лет назад. Но тогда, в связи с тем, что происходило на рынке, опять же, нефти, и тогда, что происходило со стоимостью национального нефтяного актива, курс канадца был на 10% дороже. Сейчас он дешевле. Я был абсолютно уверен, что какие-то подобные, наверное, логичные взаимосвязи и несостыковки, расхождения должны быть использованы Банком Канады для того, чтобы оправдать дальнейшее повышение процентной ставки. Однако, в конце концов, о повышении ставок речи даже и не пошло. Каким-то образом, каким-то чудом Банку Канады удалось вообще избежать подобного рода комментариев. Были даже обозначены риски для национальной экономики из-за того, что очень долгое время в течение начала первого полугодия 2018 года не удавалось найти компромисс в обсуждении торговых отношений с США. После первого полугодия, вы помните, было заключено трехстороннее соглашение США, Канады и Мексика. Но за период неопределенности очень сильно просили инвестиции, и это сказалось, аукнулось на темпах экономического роста в третьем и четвертом квартале. Ну, то есть, разбирая эти слова, можно сказать, что этот риск уже позади. И, соответственно, даже текущая слабость в четвертом квартале, она вряд ли будет подхвачена тенденцией такой же слабости в первом квартале 2019 года. Ситуация изменится. Но даже несмотря на вот такие вот ожидания и предположения, Канадец все равно не укрепился, друзья. Сегодня выступает Стивен Полос, он может изменить картину. Я допускаю, что он как раз сегодня и будет говорить о том, что ставки дальше так и будут повышаться и разгоняться, собственно, так же, как и афер-резервы. И это может вдохновить покупателей канадца. Но мне лично надоело постоянно, друзья, определять, пытаться спрогнозировать, что же для канадца в моменте станет определяющим, нефть либо политика. И за последний год я вот в этом плане ни разу не попал, скажем, в точку. Еще одну ошибку совершать не хочется, поэтому я сегодня абсолютно буду не предвзят в плане комментариев Стивена Полоза. Завтра я расскажу вам о всем самом интересном, что он отметит. Но я канадцам больше не торгую. Прошу, опять же, за это себя не критиковать. Друзья, по остальным валютным инструментам, все-таки, поскольку не было фона, который мы еще с вами не обсудили, без изменений, мы ждем все-таки разрешения ситуации по Брекзиту, мы ждем итогов текущего заседания ОПЕК, мы ждем статистики по Штатам, и мы ждем, до чего же все-таки договорится Еврокомиссия с Италией. Вот четыре вопроса, которые, друзья, являются центральными для нас, фундаменталистов, и по которым мы ждем развязки. Идеи, направления торговли всем известны. На этом можно, собственно, на сегодня закругляться. Повторяю, друзья, то, что завтра снова жду вас в прямом эфире через перископ к 9.30 по московскому времени. Будем разбирать крайне насыщенный сегодняшний день и к чему он в итоге приведет. До скорых встреч!